Девушки отдыхают Кусочка живого мира – это настоящее искусство, требующее от людей много терпения и еще больше мастерства и таланта. Именно такие люди работают в «Алотстим». Сегодня мы расскажем тебе о том, кто этим занимается. Когда человек играет в онлайновую игру долгое время, он не может постоянно находиться в одних и тех же локациях, на одних и тех же территориях. Это наскучивает, ему становится неинтересным. Мы, соответственно, стараемся постоянно подогревать интерес игроков и выпускаем обновления, новые приключения, новый экспириенс, новые квесты, новые задания, новые вызовы, новые испытания. Разрабатывая карты для «Алодов онлайн», мы стараемся сделать карты максимально понятными, интересными и красивыми для игрока и стараемся учесть все пожелания, которые найдем на форуме и в игре. Самый длительный и сложный процесс, наверное, это подготовка. Это написание дизайна документа, сбор информации о том, что мы можем сделать, что мы не можем делать, какими средствами, какими ресурсами мы обладаем в процессе работы. После того, как дизайн весь составлен, дизайн документ написан, левель-дизайнер сначала создает, грубо говоря, просто плоский террейн, поверхность земли. Затем на нем он выдавливает основные элементы ландшафта. Потом расставляет самые простые и общие объекты наподобие деревьев, камней. Намечает поселки какие-то, дома, города, где будут находиться. Здесь будут находиться, например, пернатые львы, не знаю, здесь могут жить эфриты или сыроконожки. Порядок разработки очень зависит от стиля работы самого дизайнера. Это как у художников. У каждого свой почерк, у каждого свой какой-то стиль, узнала ему зачастую. В работе над зоной мы стараемся как можно раньше подключать художников. Потому что нам необходимо сделать какой-то вижн локации. То есть как она представит самим хотя бы для начала, как она будет выглядеть. Самая главная задача на первичном этапе концепт художнику – показать общее настроение локации. Допустим, зона может быть грозовой, постоянно ночной. Бывает у нас в Кане, в частности, у нас зоны жизнерадостные. Атмосферный скетч передается моделерам. Они создают 3D-объекты и передают, в свою очередь, художникам, текстурчикам. Одновременно с этим происходит изготовление террейнов. То есть это те текстуры, которые в результате в игре отвечают за покраску земли. На этом этапе собирается зона. Самая основная сложная часть производства зоны – это игровая механика. То есть это написание сценария, это написание квестов, это изобретение боссов, написание их обилок. То есть расстановка всего этого, отладка, настройка. Да, художественная часть тоже важна. Но если разделить по процентам, то 70% примерно – это игровая механика, 30% – это художественное оформление зоны. Когда готово оформление и какие-то основные элементы террейна, мы подключаем команду Куа. Это очень важно, потому что впечатление от висячего камня какого-нибудь или криво поставленного дерева может испортить очень большую работу. И в дальнейшем команда Куа постоянно присутствует в работе. Основная задача тестировщика, Куа-инженера, Куа-специалиста – это выявление ошибок. То есть нахождение неправильной работы механики, неправильного расположения объектов или чего-либо такого. Я бы назвал работу Куа-специалиста полировкой зоны во всех смыслах. Мы работаем непосредственно с дизайнерами при создании зоны. Это наши друзья, это люди, с которыми строится наш рабочий процесс каждый день. Мы одна команда, и мы работаем над качеством. Мы ищем какие-то проблемные моменты, они их нам чинят. У нас есть специальный человек, который занимается поиском фидбэка от наших пользователей. И каждый игрок может таким образом, написав тикет, стать Куа-специалистом чуть-чуть. Когда вся наша команда, которая работает над зоной, не видит в ней проблем и каких-то моментов, которые могут раздражать игроков, мы считаем ее завершенной. Не так давно мы предложили посетителям форума Allode Online задать вопросы разработчикам. Сегодня мы с радостью ответим на некоторые из них. Первый вопрос задает игрок под ником Mysterious3. Есть ли шанс, что какая-нибудь серьезная идея из раздела «Есть идея» на форуме будет реализована в игре? Да, конечно, такой шанс есть. У нас существует специальный отдел комьюнди-менеджеров, который постоянно мониторит форум. Более того, у нас есть отдельный человек от разработчиков, который общается напрямую с активными игроками в закрытых и открытых ветках форума. Мы всегда прислушаемся к мнению игроков, и большой шанс есть, что какая-то идея будет воплощена, и такие прецеденты уже были неоднократно. Игрок сервера Владыки Астрала Инсамир спрашивает. Уважаемая Allod Steam, вы сделали тропический атолл, как летний курорт. Почему бы вам не сделать зимний, с лыжами и все такое? Почему бы нет? Возможно, вернемся к этой идее, подумаем над летним отдыхом в Альпах, с катанием на санках, лыжах, бордах, горных там прыгать. Почему бы и нет? А Егора Куликова, сервера «Наследие Джунов», интересует судьба музыки в глобальном обновлении Владыки Судеб. Будут ли новые локации сопровождаться свежей музыкой? Да, мы всегда к новым локациям стараемся писать новые свежие композиции. У нас очень талантливые работают музыканты над нашим проектом. В ведущем аддоне на всех новых локациях нами были написаны абсолютно новые музыкальные треки. Хотелось бы узнать судьбу класса «Воин». Интересуется суперсентикс сервера «Раскол». Да, мы в курсе, что происходит с классом «Воин». Мы работаем над его улучшением. И в ближайшем будущем мы исправим эту ситуацию. Гаврилов Дмитрий спрашивает, с чего вы начинали? И что надо для создания игр? Какая профессия требуется? Все мы учились в абсолютно разных высших или не высших учебных заведениях, где нет слова «компьютерные игры». Профессии абсолютно разные, институты абсолютно разные. Единственное, что необходимо, это, естественно, талант и огромное желание, огромная любовь к своему делу, то, что ты делаешь. Далее следует вопрос от Энет Лиева. Когда уже, наконец, нам дадут возможность строить домики? Домики, да, это идея, которая постоянно будоражит умы игроков и, более того, разработчиков. То есть во многих играх есть, да, так называемый хаузинг, когда у тебя есть какая-то там избушка на курьих ножках, ты там ее обставляешь. У нас будут лично острова, где ты сможешь не только свои четыре стены украсить, а целый собственный замок построить собственным подземельем. Почти в каждом обновлении в игру добавляют новых ездовых животных, новые костюмы и окрасы, пишет Данил Борч. Хотелось бы узнать, кому в голову приходят столь креативные идеи и кто воплощает их в игру. Перечислять всех это очень долго, давайте мы лучше их вам покажем. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Это все, что мы хотели рассказать на сегодня. Подписывайся на канал, ставь палец вверх и будь в курсе самых последних событий вселенной Алодов онлайн. Какие-то идеи откладываются на потом. Например, класс Бартнера. Изначально его хотели, но и не успевали, и до конца не понимали, как мы его хотим сделать. Были даже идеи пытаться сделать его наподобие маленького Guitar Hero. Даже прототипчик был, чтобы попробовать, как это играется. Но вы представляете, что такое играть Guitar Hero 4 часа?